Добро пожаловать на мой канал всем любителям вкусных блинчиков! Сегодня у нас не просто блинчики, они еще и с мясом. Пожаренное собственное производство. Мама пожарила мясо, я сделала блины. Правда, но такие они получились средненькие. Кстати, рецепт на блины я обязательно вам оставлю. У нас просто идеальное сочетание ингредиентов и воды. В общем, получаются обалденные блины. Там очень важно соблюдать пропорции. И давайте приступим. Они прям горячие. Заворачивала я, старалась как можно аккуратней. Сверху немного сметанки. И первый пошел. Со сметанкой прям самое то. Мясо тут баранина. Чтобы быстрее было, мама пожарила мясо, я нажарила блины. Вчера, как с цепи сорвалась, заказала себе дофига всяких крутых нарядов, одежду. Просто вчера я получила зарплату. И когда я получаю зарплату, я сразу отделяю деньги, которые я могу потратить в течение месяца. То есть как происходит распределение бюджета. Я получила зарплату. Есть энная сумма, которую я обязательно каждый месяц откладываю. Это прям без вопросов. И все то, что остается, я уже распределяю на месяц, там кое-что на коммунальные услуги. Кстати, коммунальные услуги я давно за интернет не платила. Я всегда стараюсь платить вперед, а потом забываю, до какого месяца именно я заплатила. Ну, в общем, я разделяю развлечения, одежда, какие-то непредвиденные обстоятельства на все-все. Естественно, если в один месяц мне, например, нужно купить что-то большое, к примеру, какие-то расходы. То есть, естественно, в этот месяц я откладываю уже меньше. А вообще, стараюсь особо, знаете, коммунальные услуги, налоги, там еще что-то. Не люблю откладывать. Заплатила сразу и уже не парюсь. Что как, а что... В общем, это очень удобно. Несмотря на то, что вроде как я такая продуманная, все равно в конце месяца я уже думаю, блин, как дотерпеть до зарплаты. И никогда я не беру с отложенных денег. То есть, они, например, у меня на карточке. Я легко могу их снять, но я их не снимаю. Обычно мои расходы за месяц это где-то в районе 1000 долларов. Плюс-минус. Учитывая, что на букбанке я трачу деньги. Например, я вчера сделала заказ вещей на 100 долларов почти. 100 долларов это сколько? 8000 получается, да? Я обязательно в месяц один раз я покупаю себе шмотки. Или иногда бывают какие-то непредвиденные расходы. Но я в общем беру. Где-то в среднем уходит 1000 долларов. Есть месяц чуть меньше. Но прям минимум-минимум последний месяц, который я... То есть, я прям сжимала себя максимально. И получилось у нас расходы 700 долларов. Это прям минимум. Это я считаю, в эти 700 долларов еще включены налоги. Каждый месяц, который я плачу. То есть, из-за YouTube канала я же плачу налоги. И я сразу их вычитываю, оставляю в сторонке. Чтобы я знала все. Эти денежки мне на налоги. Кстати, я сейчас вспомнила, что я один отчет не сделала. Например, лазер. Иногда хожу к косметологу. Покупаю какую-то косметику. Средства гигиены. Дома тоже. Иногда там розетка сломается. Иногда еще что-то. Вообще, жизнь подорожала. Когда я училась на первом курсе, я помню, что на 300 долларов мы могли спокойно прожить целый месяц. Сейчас такого нету. Тихо-тихо, все дорожает. У нас, например, воду подняли в два раза. Естественно, если ты платил 500 рублей, ты теперь платишь тысячу. Поэтому Какие вкусные блинчики. Я прям с кайфом ем. Мне кажется, даже мало нажарила. Боялась, что не всем. В общем, я заказала вещи. Как только получила зарплату. Если вам понравится эта рубрика, а самое главное, мне понравятся вещи, которые я заказала. Я постаралась заказать не прям самые дешевые вещи, а такие более-менее, где есть отзывы. Кому интересно, я заказывала шеин. Надеюсь, что все доедет нормально, без никаких проблем. Там вроде посылка отслеживается. Блинчики бомба. Клубника бомба, честно говоря. У нас в деревне была соседка. Она просто уже замуж вышла. Была, я так говорю. Она замуж вышла. И она так круто шила. Просто человек нигде не учился. Такие классные платья шила. Сначала у нее даже швейной машинки не было. Она как-то все это вручную. Представьте, сколько труда и сил, времени нужно потратить, чтобы все это вручную мелкими-мелкими стежками. А потом ей купили швейную машинку. И все благодаря ютубу, прикиньте. Она просто смотрела эти обучалки. И тут даже не на азербайджанском языке. Она даже не знала язык. Смотрела эти обучалки и учила. Я тоже пару раз посмотрела. Там было видео лежанка для котика. За 10 минут посмотрела все видео. Как вы думаете, я что-то поняла? Это как, знаете, смотрю в книгу и вижу фигу. Здесь, мне кажется, надо быть максимально аккуратным. У меня вообще двоюродная сестра. Она может шить рубашку. Прикиньте, рубашку. Это же настолько сложно. Но она училась этому. Она ходила на курсы на специальные. Я тоже пару раз сходила, когда не помню в каком классе, в шестом, в седьмом классе решила пойти на курсы шитья. Мама всегда говорила, зачем тебе это надо? Такой выбор в магазинах. Пойди, померя, посмотри, купи. Но с одной стороны она была права. что-то. Что-то. Как-то. что-то мне больше с мясом зашли блинчики я однажды пробовала эти покупные которые типа полуфабрикат они уже готовы их просто нужно обжарить на сковородке не то вот такое ощущение что добавили фарш какой-то песок я не знаю только у меня так то есть покупные мне вообще не заходит я однажды в ресторане заказала блинчики с мясом я сразу почувствовала что это покупные забыла спросить что у вас там повар сам готовит их или покупные просто обжариваете и подаете как будто песок внутри то же самое касательно пельмешек сложно найти такие что прям знаете вкусное мясо было внутри пусть даже дороже но чтобы качественно было последний блин когда я говорю блин я сразу вспоминаю передачу алены блин так мне нравится сначала к рассмотрела ее она меня жутко раздражала но сейчас я прям с удовольствием смотрю по сравнению например с пушкой мне больше нравится именно алена блин а вот и натуральный блин рядом с нами открылась кафешка я взяла такую брошюрку посмотрела на цены не знаю может действительно здесь прям свежайшее мясо и так далее хотела для мукбанка заказать здесь бургер стоит 10 монат это 450 рублей в макдональдсе за эту цену я могу купить три бургера но я буду уверена что они будут вкусные в общем мои хорошие я наелась было безумно вкусно даже можно было добавить еще пару блинчиков с мясом обязательно пишите комментарии всех люблю целую с вами блэк эмили пока